В Сургуте проходит 13-й межрегиональный турнир по боксу. Соревнования посвятили памяти тренеров преподавателей Югры. На ринг спорткомплекса «Энергетик» выйдут около 300 спортсменов. Это представители нашего округа, Янао, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Победителям вручат медали и ценные призы. Есть возможность получить и спортивные разряды. О том, как проходит турнир, Антонина Сахарова. На этой неделе на ринге спорткомплекса «Энергетик» зрелищно и шумно. Около 300 спортсменов съехались в Сургут для участия в межрегиональных соревнованиях по боксу. Атлеты из Югры, Ямала, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей приехали на турнир, который носит статус памяти тренеров, развивавших этот вид спорта в нашем регионе. Я с большей честь встречается здесь в спарске, уже были спортсмены, даже были тренеры. И, вы знаете, это очень знаковый пункт в этом году, тот педагогный наставник. И это как раз уложение наставникам, которые заключились в этом игре. Хотим всех наградить, отметить, чтобы подрастающее поколение видело, знало лица героев, скажем так, своих. Это называется преемственность, чего сейчас очень не хватает молодому поколению. Это кому, как ни нам, доводить это все до, скажем так, тренерам. Доводить им до них, что это были такие тренера, есть сейчас такие, надо помнить. Всех участников соревнований разбили на три возрастные группы – юноши, юниоры и взрослые. Принимали заявки изначально от спортсменов, имеющих второй разряд и выше. В рамках турнира у боксеров есть возможность выполнить норматив кандидата в мастера спорта России. В разряд кандидата в мастера спорта необходимо выиграть соревнования, провести минимум три поединка. И при условии, чтобы в данной весовой категории, которую он одержал победу, было в том числе два кандидата в мастера спорта. Владимир Мирошниченко занимается боксом всего полгода. Юноша выбрал этот вид спорта, потому что хотел попробовать свои силы и не разочаровался. За всю карьеру Владимир провел пока 10 боев, а на этом турнире добился самой значимой победы с явным преимуществом над соперником. Я очень рада, что я добился такого уровня, что я смог победить, одержать победу над этим соперником. Досрочно, то есть не все три раунда провел, а два только. Бокс развивается в Сургуте более 40 лет. Основателем в нашем городе был известный наставник, памяти которого в городе ежегодно проводят крупный турнир – Павел Малаховский. Сегодня делом продолжает его сын. Всего в нашем городе более 500 человек занимаются боксом. В копилке атлетов множество наград и медалей, а пять человек входят в состав сборной России. Главный боксер должен быть с характером. В первую очередь у них должна быть дисциплина. Любой человек, у которого есть дисциплина, он в многих видах будет достигать любой результат. Турнир продлится до субботы, тогда и пройдут финальные бои. Победители получат медали, ценные призы и очень нужный соревновательный опыт. Антонина Сахарова, Айзал Хилаева, Даниил Панков, Сургут-24.